Вообще очевидно, что когда у нас был Миннац, Министерство национальности, все-таки был какой-то орган, который пытался осмыслить эту проблему и решать. Когда он исчез, кто-то посчитал, что не нужен такой орган, что у нас уже все хорошо. Проблемы ксенофобии усилились. Поэтому я считаю, что сам факт, что есть такая программа, в принципе уже хорошо. Дальше мы переходим к тому, каким образом это будет реализовываться, через кого. И здесь, конечно, куча вопросов. Но вот у нас есть опыт, надо сказать, можно даже похвастаться. В Пермском крае мы делали проект «Большой Кавказ», потому что действительно отношение к приезжим или даже постоянным жителям города Перми кавказских национальностей, оно было болезненным, острым, оно было связано с тем, что кто-то больше, условно говоря, на рынке, в торговле. И мы поняли, что культура – это очень мощный инструмент для решения вот этих таких национальных проблем. Если мы привозим русский театр из Азербайджана, например, то, соответственно, люди понимают, что это не нация людей, которые торгуют на рынках, а это такая полноценная нация, у которой есть культура, которые в том числе увлекаются русской культурой. И я бы, честно говоря, разделил этот бюджет, я уж не знаю, в каких пропорциях, на две части. Одну из них надо поставить на борьбу с коррупцией в полиции, потому что много конфликтов на национальной почве. На самом деле это конфликты, связанные с плохой работой правоохранительных органов, взятки. И понятно, что там арестовали какого-нибудь нарушителя, преступника. Если этого преступника выкупили, условно говоря, то это мощный конфликт. Хотя вина вовсе не на нации, а вина на конкретном полицейском, который взял эту взятку. И вторую часть на культуру, потому что других способов решения этих проблем нет. Либо культура и закон.